По поводу этой ситуации, конечно, сложно мне судить человеку очень далекому от именно этих моментов, поскольку я больше времени провожу на природе. Но я, безусловно, когда была недавно на Алтае, я слышала известие о том, что произошло. Очень сострадаю, сочувствую этим людям. Но видите как, найти правду, я думаю, будет достаточно сложно, потому что каждый, если кто-то и виноват в этом, наверняка будет делать всё возможное, чтобы не выявили. Естественно, человек же пытается как-то себя защитить, я думаю, будет делать всё для того, чтобы не выяснились истинные причины. Можно рассуждать очень долго на эту тему. Я даже читала какую-то версию на тему каких-то мистических событий, что это как-то оно само так произошло, что-то случилось, и стены затряслись, и вдруг, я не знаю, что сказать на эту тему, но пока непонятно. Понятно только одно, что, наверное, моментом безопасности, техники безопасности, этим моментом, наверное, нужно действительно больше уделять внимание, потому что, когда человек садится в транспорт, неважно, это автобус, это что, или это метро, каждый человек надеется на безопасное передвижение, на то, что он целым и невредимым доберётся до места назначения, и, конечно же, больше всего жаль людей в этой ситуации, потому что пострадали люди, близкие переживают стресс. Я как психолог могу сказать, что это очень сильная травма эмоциональная для каждого человека и для близких, для родственников. Это будет ещё, знаете, много-много лет это будет вспоминаться, и моральный ущерб нанесён очень серьёзный помимо здоровья. Я надеюсь, что, конечно же, всё это будет расследовано, виновные будут наказаны, и истинные виновные, наверное, всё-таки хотелось бы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok